Эс, здрасте. Всем, друзья, привет, уленьки. Продолжаем играть на северо-фритских островах. И что мы имеем? Имеем мы неплохой такой баланс, 804 тысячи. Так получилось, что у нас уже идёт новый день, а время я не мотал. Всю ночь я делал контракты, не покладая рук. У нас тут доходы от продажи урожаев уже прям большие. Доходы по контрактам, короче, нормально всё. Деньги есть, техника трохи поработала, так что всё нормально. Поэтому погнали, в общем-то, тратить эти самые деньги и что-то будем делать. И первое, что я, конечно же, хотел сделать, это купить вот это вот самое поле, на котором сейчас растёт картошка. Но, знаете, эту самую картошку собирать у меня нет вообще никакого желания. Тем более я сделал два контракта по уборке картошки, и это было очень долго и муторно. Так вот, 310 тысяч, и мы покупаем этот участок. У нас остаётся ещё 500 тысяч, ну почти 500. И нам, друзья, надо ещё, знаете, что сделать? Надо докупить чизель, а может быть даже и два, раз у нас есть на это деньги. Наверное, знаете, друзья, даже два чизеля, и сразу к ним возьмём трактора. Нужно взять два трактора мощностью 150 лошадок. Мне, честно говоря, опять хочется взять вот этот класс. Он прекрасно справлялся со своей задачей. Можно ему 165 лошадок накидать. Даже 185, даже 205. Но столько не надо. А 165, пожалуй, наверное, впихню. И балансировку колёс. Во, отлично. 130 тысяч, мы его тоже покупаем. Остаётся 343. И надо взять ещё какой-нибудь трактор. Этим трактором будет Нью Холланд. 155 лошадей. Вообще прекрасно. И тоже балансировку колёс. Я не знаю, зачем это. Вроде как в этой игре ни на что это дело не влияет, но прекрасно же. И сейчас мы отправим эти два трактора с этими двумя чизелями поработать на нашем новом поле. Только заезд у него, падла, не здесь, а вот здесь. И это не очень круто. Но выезд оттуда, по-моему, в карте автодрайва есть. Генерируем маршрут первому трактору. Отправляем его со стартовой точки. Автодрайв для разгрузки наполнения на всякий случай ставим. Мало ли. Хотя ладно, у него сейчас топливо не закончится. И надо ещё поставить совместно работающее орудие. Вот. И первый трактор можно, в принципе, отправлять. Поле 59. Погнал. Второму трактору, друзья, мы дадим немного форы. А ещё ему, кстати, надо будет перегнать. Давайте, знаете, что мы сделаем? Мы сейчас подцепим чизель. Надо было и с тем так сделать, но уже ладно. Мы цепляем чизель, а сзади можно прицепить ещё какую-нибудь хреновину, которую можно будет отвезти на базу. Во. Тяжело будет ехать, но да ладно. И отправляем на зерно выгрузка. На базу доберётся, и там уже будет видно, что ему делать. Главное, что сейлку он отправит туда. И тоже всё будет нормально. Только что-то он какой-то неповоротливый с ней. Надеюсь, доберётся. Также, друзья, ещё переносимся на базу. И давайте мы этот трактор отправим в магазин. Только я не знаю, есть ли точка на магазине. Хофф – это, насколько я понимаю, база. Надо будет попереименовывать. Как-нибудь заняться переименовыванием вот этих вот всех. Ладно. Есть пока туда. Соответственно, надо технику перегонять потихоньку в эту сторону. Что у нас по планам, друзья, по технике? По сути дела, у нас есть всё для работы. Но этому всему я, сами знаете, люблю, чтобы у каждого вот такой вот приблуды был свой трактор. Поэтому дальше, друзья, мы будем копить деньги на эти самые трактора. Чёрт, ты не попал, да? Отправим его с этой стороны. Хотя, вообще, этот грузовик надо отсюда тоже убрать. Также надо будет придумать всем парковочные места. Но я думаю, что сначала надо закупиться именно техникой. А потом уже разберёмся с парковочными местами. Как-нибудь всех красиво припаркуем и сделаем красивый автодрайв. Также, возможно, купим здесь гаражи поставим. Я люблю, когда есть гаражи. Оно так приятнее. Так, чизель, я смотрю, широковат оказался, да? Ребята, что с вами не так? Я уже говорил, что здесь довольно узенькие дорожки. Почему он там зацепился, хрен его знает. Не, ну вы шутите, пацаны. Чё началось-то? Зачем ты здесь зацепляешься? Вообще, кстати, раз мы здесь находимся... А, вот она есть, точка магазина. Надо начинать их переименовывать. И когда, если не сейчас, правильно? Правильно. Поэтому начинаем. Это у нас будет магазин. Бздынь, и всё. Теперь сможем нормально технику сюда отправлять. Блин, эта хреновина тоже здоровенная такая. С ней будет тяжело. Отправляем его тоже на зерновыгрузку. Надеюсь, он доедет без проблем. Мы переносимся на базу. Здесь уже приехала наша сейлка. Сейчас мы её куда-нибудь поставим. Например, вот сюда. Вот. А этого пацана можно будет отправить тогда на 59-е поле. Копируем ему маршрут. Точно так же со стартовой точки его отправляем. Точно так же ставим ему несколько орудий на одном маршруте. Повысим минимальную дистанцию до предыдущего, до 200 метров на всякий случай. Не знаю зачем, но пускай будет. И точно так же отправляем его на поле 59. И разумеется, тоже вдруг начинай со всей силы там культивировать. Я бы ещё, знаете ли, с удовольствием убрал бы вот это поле, на котором сейчас нахожусь. Это рядом с нашим находится. Тут созрела пшеница. Но такого контракта нету. Есть вот контракт на соевые бобы на 37-м поле. У нас комбайн с грузовиком сейчас свободный, поэтому надо их отправить в работу. Есть вот этот, 65, но там мост. Моста нет. Короче, берём, да, вот этот на 37-е поле. Соевые бобы. Не вот эту группу товарищей. Полосатых купальников отправляем на 37-е поле, пускай идут работать. Ещё, насколько я понял, на этой карте не то чтобы есть заправки. Но это ладно, потом разберёмся. Пока что у ребят топляка хватает. Можно, кстати, их посетить. И здесь вроде как точка какая-то автодрайва есть, но автоматически сюда ехать пополняться он не захотел. Может быть здесь работает так, что надо привезти сюда топливо. Знаете, как на отрадной долине. Хотя ценники есть. Короче, я столкнулся с тем, что у меня не захотел транспорт заправляться сам. Комбайн наш прибыл на поле, и мы его отправляем сразу же работать по курс-плею. Как видим, урожай здесь прям не очень много. Плюс его не так далеко возить. Соответственно, вряд ли будут какие-то задержки. И за пару часов этот контракт выполнится. Ману я уже тоже сюда отправил. Он сейчас сюда приедет. Возить, как вы видите, вот здесь вот прям совсем недалеко. Я надеюсь, я правильно перевёл название этой точки. Но это самое близкое по смыслу было. Ну, если нет, то и хрен с ним. А также мы ещё отправили, кстати, товарища в магазин. И он сюда приехал. Он молодец. Последнюю силку надо перегнать. И всё у нас будет хорошо. Ну и вроде бы всё, ребята. Работа у нас кипит. Все, в принципе, заняты. Да, у нас есть ещё один трактор, который свободен. Можно было бы отправить его чё-нибудь покультивировать. Но, с другой стороны, сейчас мы закончим пассивную на этом поле. И тогда его куда-нибудь отправим. Потому что сюда ещё нужно будет внести известь. И один раз удобрить. Кстати, наверное, мы купим ещё удобрялку. Вот такую самую маленькую, тупо под удобрение. Большая будет под известь. Это будет под удобрение. 47 тысяч, деньги есть, не жалко. Чтобы не выгружать и не менять вот это постоянно. Потому что здесь ёмкость 60 кубов, 60 поддонов. Если её полную выгружать, это ну такое себе. Будет, в общем-то, у нас две разных единицы техники. Почему нет? Вот. В общем, эти ребята работают. Они быстро это сделают вдвоём. Им нужно буквально полчаса. И мы с вами встретимся. Дальше будем что-нибудь делать. Не, ну я же говорил, что они быстро закончат. Они, в общем-то, быстро и почти закончили. На самом деле, можно уже поставить какого-нибудь товарища, который будет что-нибудь делать. А именно, мы сейчас разбросаем по полю известь. Правда, делать мы будем не на вот этой вот штуке, а возьмём штуку побольше. Потому что она у нас есть. Единственное, я вот не знаю, какие размеры у извести. Э, а чё у тебя колёса зелёные? Ты что, по траве где-то катался, что ли? А я, возможно, кстати, по траве и катался. Но, да ладно. В общем-то, что мы делаем? Мы ставим этому товарищу известь. И здесь мы тоже ставим известь пополнения. И здесь ты поедешь работать на поле номер 50. Какое у нас поле-то? 59-е. И рисуем ему курс плюй. А вот какой шириной разбрасывается известь, я в душе не знаю. Ну, вроде как 37,7 метров он разбрасывает. Ладно, попробуем. Почему нет? Говорим ему сделать два прохода. Стандартный маршрутик. Значит, замечательно. Ну и отправляем его за известью. Сейчас он, в общем-то, сам заедет, сам пополнится. Я надеюсь, что эти точки все будут работать. Вот эта группа товарищей уже заканчивает свою работу. Замечательно. Мы вернёмся на базу, посмотреть, как у нас вот этот товарищ справится с пополнением. Это всегда, знаете, первый раз он самый такой ответственный. Но он увидел триггер, это уже хорошо. И пошло наполнение. Наполняться он будет долго, но ничего страшного. Мне кажется, даже эти ребята успеют закончить. Ну, здравствуй, товарищ. Прерываем тебе маршрут. И поехали, отгоним тебя на базу. Здесь даже вручную это сделаем. А почему бы и нет? Стой пока здесь. Это всё наполняется только 23%. Но здесь большой бункер, наполнение идёт не очень быстро. Но в любом случае здесь всё автоматизировано, и это прекрасно. Так, а вот этот товарищ, видимо, ещё поедет сделать круг. Но нам же это не надо. Ты ж уже всё сделал. Ты ж уже молодец. Последняя проходка просто нестандартной ширины получилась. Поэтому так вот получилось. Мы его тоже сейчас отгоним обратно на базу. А пока он наполняется, можно сбегать и посмотреть, как дела у нас идёт с уборкой по контракту. А тут у нас всё прекрасно. Да, вот эти вот штуки коллизии не имеют, поэтому комбайн спокойно проезжает сквозь них. А этот даже и стоит тут. Ну и замечательно. Хотя вот этот вот кусок, здесь они какие-то крикозяблы исполняли. Но это ладно. Так вот, урожая здесь немного. Нету извести. Удобрено не полностью. Да и соевые бобы, в принципе, не урожайная культура. То есть он уже такую большую часть примерно сделал, приличную. А ман всё ещё не забит. Ну ладно, пускай выполняют, всё хорошо. Всё, почти заполнился. Блин, у денег это, конечно, дохрена потрачено было. 13 тысяч, охренеть. А прикиньте, сколько такая шняга с удобрениями будет стоить. Но ладно, это всё не важно. В общем-то, товарищ поехал посыпать известью. Пускай посыпает. Да, 37 метров, кстати, эта штука посыпает. Прекрасно. В теории она даже, вот это вот 66-ое поле здоровенное. Сейчас я вам покажу. В теории даже его посыпет прям быстро. 65-ое, да? Нет, 66-ое, которое дальше идёт ещё больше. Оно же вообще гигантское. И в теории да. Блин, я бы этот урожай с удовольствием по контракту убрал бы. Но, увы, здесь нет дороги. Надо строить мост. Этим мы обязательно займёмся. Но не сегодня. Надо будет ещё разобраться, как это сделать. Если, кстати, кто знает, можете в комментариях черкануть. Потому что я пока не в курсе. А вот этот угол поля получается немножко скошенный. А он здесь якобы закруглённый. Не угол, в общем. И здесь идёт не с разворотом, а, грубо говоря, поворачивает трактор любой. Эти культиваторы здесь тоже вот так вот прошлись. И оставили мне тут ростки картошки, а? Зараза. Так вот, друзья. Значит, вот этот товарищ сейчас допосыпает здесь всё известью. После чего мои товарищи спонсоры напишут мне, что ж мы будем сеять на это поле. И я, в общем-то, их послушаюсь. И посею то, что они скажут. Если они, конечно, придут к единому мнению. Вот. А мы с вами встретимся буквально через несколько секунд, когда настанет новый день. Вот так вот. Аллилуйя, друзья. Это поле созрело. Насколько я понял, на этой карте изменена скорость роста. Потому что настройки я проверил, и у меня стоит быстрая. И я больше суток ждал созревания нашего урожая. А здесь у нас, друзья, растёт пшеничка. Я провёл опрос у спонсоров. Были варианты посеять свеклу. Но свеклу нам нечем убирать. Был также вариант посеять то, что я не хочу. Но это картошка. А картошка у нас росла здесь до этого. И был вариант по стандартной схеме. Вообще, то, с чего мы всегда начинаем, это посеять пшеничку. Поэтому, в общем-то, посеяли здесь пшеничку. Всё стандартно. Сейчас мы пойдём её убирать. Загрузим пацанов. И я вам, друзья, расскажу, что будет дальше. Какие планы. Во. Пацаны, поехали. Комбайн поехал. Ну и Ман, соответственно, тоже поехал. Сейчас он тут развернётся. И они тут быстренько вдвоём уберут это поле. Значит, какие у нас планы на дальнейшее наше существование. Я тут посмотрел вот эти вот все доступные производства. И, значит, знаете, что мне понравилось? Макаронная фабрика. Я обожаю макароны. Короче, эта самая фабрика из муки, воды и яиц производит макароны, спагетти и пельмени с говядиной. И, наверное, это будет целью первого сезона этого самого прохождения. То есть нам надо будет насобирать миллион двести на фабрику. Нам нужно будет для яиц поставить курятник. Насколько я понимаю, для пельменей с говядиной нам нужно будет коровник ставить. Но, может, и нет. Хотя мяско тут есть. С другой стороны, из курятника, тут, короче, вот есть курятник. Глобаловский, насколько я понимаю. Он тоже делает мясо. Хотя здесь написано куриное мясо. Может, оно отличается. Короче, мне в любом случае надо будет это всё дело ещё тестировать. Посмотреть, как это работает. Потому что на данный момент я не знаю. Вот, и в любом случае нам нужна мука, которая сделается на мукомольном заводе. Из пшеницы и чменя пол был ржи и третикале. Извиняюсь, если я неправильно прочитал. Но если мы посмотрим на значки, то мы увидим, что нужны ещё поддоны. Поэтому, друзья, нам в любом случае надо будет начинать с леса. И вот какие у нас есть варианты. На нашем острове, на нашем острове, на котором мы живём, есть вот такая вот замечательная территория с лес. Она довольно-таки большая. Здесь много места. Этот самый лес можно где-то какую-то часть вырубить. Она плоская. И, соответственно, поставить здесь лесопилку. Но, как я сказал, территория большая. Тут, правда, ещё и берёзки есть. Я вот не знаю, можно ли. Они ровные, прямые. Но пойдут ли они на древесину, тоже хрен его знает. На самом деле, это всё неважно. Так вот, можно купить эту территорию. Она, правда, стоит, по-моему, около миллиона. Построить где-то здесь лесопилку. И вокруг неё вырубать лес. И, соответственно, засаживать свежий. Но это, опять-таки, нужны денюжки. Если эта территория кажется слишком большой, то есть ещё одна, которая находится тоже не так далеко от нашей базы. Она находится вот здесь. Просто мост переехать через дорогу. И тут тоже есть лес. Тут есть точка продажи леса. Лесопилка. Но, разумеется, ставить надо будет своё для производства. Опять-таки, вырубается и ставится площадка. Также рядом ещё можно какое-то производство поставить. Или производство даже вот здесь можно поставить будет. А лес не трогать. Площадка тоже есть. Это дело у нас стоит немножко подешевле. То есть, если мы говорим, а вот этой площадке она стоит 900 тысяч, вот эта площадка стоит 537. Ну и 82 дополнительная. Также есть ещё одна маленькая площадка, прям совсем маленькая. Это вот 30-е поле. 138 тысяч она стоит. Находится, конечно, чуть подальше от базы. Тут есть у нас совсем малюсенькая площадка с лесом. И площадка с травой. Это тоже на которую можно поставить какой-нибудь, не знаю, курятник или ещё что-нибудь. Вот, поэтому нашим товарищам-спонсорам, которые у нас решают всё как будет, нужно будет на бусте в комментариях написать, какую из этих территорий мы берём. И что делаем дальше. Потому что в любом случае нам надо упарываться в лес. Без этого, увы, никак. Также у нас сейчас идёт уборочная. Эту пшеницу, которую мы сейчас соберём, я оставлю, знаете ли, на прозапас. Продавать её не буду. Солому, возможно, мы забьём склад. У нас там лежит 450 кубов. И эту самую солому, боже, сколько здесь техники, и всё некрасиво стоит. Так вот, у нас есть 450 кубов соломы. Всего склад вмещает в себя 800 кубов. Я думаю, с этого поля будет больше, чем 350. Соответственно, забиваем склад, и остальное продаём. Вот это видно сразу поспалка извести. Беленькая. Так вот, что я говорил. Я, друзья, значится, вот это поле доубираю. Солома всю доубираю, что продам. Засею его заново, опять-таки, пшеницей. Ну и дальше, наверное, опять-таки, буду продолжать делать контракты. Может быть, даже когда-нибудь стрим будет по этому делу. Хотя, честно говоря, не знаю. И вот, продолжаю, в общем-то, выполнять контрактики. Они, благо, есть. Всегда есть чем заняться. У нас есть большой культиватор. Мы можем закультив... А, опять 66-ое поле. Не можем его закультивировать. Может быть, даже можно будет упороться на тюковку. 90 тысяч. Почему нет? Ну, это тюки силоса. И неплохо было бы взять в аренду нормальную тюкалку, которая сразу обматывает. Потому что я, знаете ли, всё на курс-плее делаю. Можно будет и свеклу убрать. Короче, тут много чего можно будет делать. Плюс, опять-таки, урожай у нас светёт довольно долго. И, в общем-то, в зависимости от того, что же нам напишут в комментариях, будет понятно, какую сумму денег нам надо подсобрать. И когда мы её подсоберём, мы, друзья, встретимся в следующей серии. И будем чем-либо заниматься, упарываться в лес. Насколько я понимаю. Так что, в общем-то, задачи для всех ясны. Мне заниматься полями-контрактами, спонсорам написать о наших дальнейших планах в комментариях на бусте. Ну, а всем остальным просто поставить лайкусик и написать какой-нибудь комментарий просто так. На этом, друзья, у меня на сегодня всё. Если не подписаны на канал, то подписывайтесь. В общем-то, всё прекрасно знаете. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. И всем пока-ки. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова